давайте поговорим про меню здесь используется дополнительный модуль меню диджей мега меню то есть те же разработчики что и разработали компонент диджей класса feels соответственно этот модуль он без проблем интегрируется с данным шаблоном он здесь вы видите вот и используется в демо данных поэтому целесообразно будет использовать данный модуль и так я его устанавливаю диджей мега меню сразу устанавливаю русификацию к нему готово переходим с вами в модуле отсортирую два раза клику по айди чтобы наш модуль был наверху сразу изначально вот у нас есть два модуля диджей мега меню мобайл меню батон то есть эта кнопка мобильного меню пока я не трогаем ниже мы видим диджей мега меню переходим сразу его заголовок мы скрываем заголовок здесь переменуйте как-нибудь под себя опубликовано и самое важное здесь позицию для модуля выбрать правильную находим в самом низу практически топ меню на f это именно та позиция наверху пока ничего не настраиваем нажимаем сохранить идем на сайт обновляем страницу ничего не видим переходим в привязку у нас указано не на одной странице здесь выбираем на всех страницах сохранить еще раз обновляем так я выбрал не на всех страницах вот на всех страницах сохранить обновляемся и видим пока вот такое меню конечно же она отличается от дема так как она еще не настроена здесь у нас еще видите назойливая home название многие спрашивают как это отключить сейчас я покажу переходим в майн меню наш home это главная страница главная страница я вообще считаю всегда она должна быть поэтому мы сразу переименовываем главное то есть пускай будет главной страницей и здесь параметры страницы показать заголовок ставим нет сохранить обновляемся и внизу вот это home исчезает у нас давайте немножко подарок под настроем меню чтобы у нас выглядел так же как в демо примере так я перешел в модуле отсортирую по опубликованным чтобы быстрее найти вот наш модуль заходим переходим на вкладку модуль на этой вкладке в принципе не принципиальным можно оставить пока все как есть по умолчанию дальше вот здесь вот важный момент анимации и опции скрипта здесь выбираем мы с вами переопределить из шаблона выбираем сохранимся обновимся у нас эта грубая кнопка уже исчезает и в принципе если мы посмотрим как здесь да у нас практически уже меню также выглядит соответственно здесь есть иконка человека у нас она тоже присутствует то есть рядом с этой иконкой у нас будет с вами май аккаунт то есть мой аккаунт и здесь мы добавим с вами потом внутренние пункты меню там редактирование профиля там и все необходимые ссылки на именно профиль пользователя будут добавлен также сюда вот в пункты меню мой аккаунт и остальные настройки пока мы оставляем без изменений если что в любой момент мы сюда вернемся и поднастроим меню дальше чтобы я хотел показать если мы посмотрим на демо примеры перейдем просмотр кода элемента то мы здесь увидим иконку мобильного меню и здесь уже достаточно симпатичное мобильное меню если же мы сейчас посмотрим на наш сайт который мы только начали делать то у нас тут абсолютно нет никакого мобильного меню давайте это настроим для этого мы с вами переходим настройки мобильного меню и здесь мы выбираем off canvas меню и немножко поднастроим ширина примерно мобильного меню 1200 пикселей сделаем видите написано подсказки мега меню переключиться на мобильное при данном значении ширины экрана ну скажем 1200 это и на планшетах тоже будет мобильное меню соответственно тема мобильного меню если вы конечно еще первый раз настраиваете то dark и light вам ни о чем не скажет вам надо смотреть как вам больше понравится на сайте dark это темное light светлое или есть еще даже настраиваемое что здесь можно настроить практически каждый элемент под себя буквально выбрать цвет и настроить под себя я беру наверно dark mobile меню button type то есть иконка иконка и текст или только текст оставим иконка дальше логотипа в канвас то есть смотрите если мы посмотрим вот здесь логотип видите выскакивает нужно ли вам этот логотип давайте загрузим на сайт выбирая с компьютера небольшая иконочка должна быть наверное вот такая для мобильного логотипа пока еще сам не знаю какой размер открыть загрузить выбираю данный логотип вставить так на этом уровне нажмем сохранить пойдем на сайт обновим страницу сразу видим главное исчезает то есть основное меню которое было для компьютеров исчезает появляется иконочка при клике вот вы видите наш логотип которому то что загрузили и пункт главное пока то что единственный пункт который нас есть и по крестику так закрывается соответственно вот этот dark то что мы с вами сейчас выбирали стиль вот он темный видит эта подложка где все менюшки нас располагаются соответственно вот этот light или настраиваемый как раз таки будет являться назначение цветов вот для этой подложки выскакивающей и соответственно раз мы заговорили про логотипы здесь логотипа у нас нет на основной части сайта это загружается в шаблоне давайте сразу загрузим переходим расширение шаблоны переходим в наш шаблон переходим основные настройки вот логотип можно загрузить либо в текстовом виде написать прямо здесь логотип ну то есть в текст просто описание изображение иконка favicon эта иконочка тоже дает вид на вкладке браузер также в яндексе это показывается выдачи в сниппете маленькая иконочка favicon сейчас же мы загружаем логотип здесь если есть у вас другая версия логотипа там например вот это просто иконка логотип да а еще есть именно с текстом то есть у меня есть тут такой логотип например ну скоро новый год поэтому я возьму иконку меня есть новогодняя то есть логотип новогодний загрузить выбираем вставить опять же размеры логотипов возможно придется вам уменьшать если у вас они слишком большие давайте посмотрим как это у меня выглядит вот у меня логотип в принципе смотрится неплохо немножко он большой если мы посмотрим с вами на сайте примере да тут маленький такой логотипчик ну вот я загрузил свой в принципе такой пускай и останется